Заявлений нет, примет нападавших нет. И вообще, при чем здесь собственная безопасность? Ну, при том, Виктор Федорович, что у одного из нападавших шеврон МВД на рукаве, маски, камуфляж. Мало ли ряженых в Москве? Может, ряженые, а может, и нет. Минтовская лексика, бьют профессионально. Очень похоже, что наши. Раньше насилие не применяли? Нет. Они раньше ничего, кроме денег, не брали. А в этот раз взяли ноутбук с логотипом Бриз. А вот этот магазин компенсации, чтобы пепсов не вызывал. Не надо, там у меня вся документация, и я, я уж, я доплачу. Что за бресь? Фирма поставщика потерпевшего. Вот, как раз сейчас к нему в больнице поеду. Больше никаких неточек. Один из вымогателей называл другого Троекуру. Ну так, учись Троекуру, бить надо быстро и коротко. Думаю, кличка от фамилии Троекуров. Вот список всех Троекуровых. 20 из них в МВД, 150 простых смертных. Небо, старт. В смысле зацепок? Почему заявление не подают? Боятся. Думаю, что сотрудники полиции. Кто из наших с тобой работает? Никто. Все заняты. Знаешь что, вот как мы с тобой сделаем. Мне надо отъехать в институт МВД, а ты пока слетай в больницу. А вечером встретимся, обмозгуем. Может, еще что-нибудь нароешь. А вы еще лекции читаете, Виктор Федорович? Читаю. Заодно подыскиваю для вас новые кадры. Виктор Федорович Курсант Семенов, извините, здесь парковка запрещена. А это тогда что? Это машина сотрудников института. Так, что за проблема? Простите, пожалуйста, это парковка института. Уберите машину. А я вас преподаю, между прочим. А вы штатный сотрудник? Нет, я полковник Механошин из ОСБ. Виноват, товарищ полковник. Подожди, не суети, первокор, подожди. Первокор, первокор. Товарищ полковник, вот видите, парковка запрещена, написано. Так что уберите, пожалуйста, автомобиль. Вы сейчас занимаетесь что-то место, празднули всех одно уж, понимаете. А вы пожалуетесь на меня, своему начальству, молодой человек. Черт. Ты что, слепой, что ли? Смотреть же надо, куда идешь-то. И что ты устраивался? Помогай, давай. Простите. Ой, ой, ой. Аккуратно. Да. Ой, не, не, ужилась. Ушилась? Чего? Красавица. Простите, это я виноват. Я просто не увидела вас, извините. Я сейчас... Извините, ради бога. Красавица. Значит, этот телефон, я его починю или как-то склею. Симочка, цела. Простите, ради бога. Ну, ладно, хватит. Женя. Да. Чего да? Откуда вы знаете? Что знаю? Что я, Женя? Он с вами, получается, тезки. Прикольно. Слушай, Женя, у тебя телефон есть? Да. Да. Вот. В общем, когда мой телефон склеишь, ты мне позвони, хорошо? Хорошо. А я пока твоим воспользуюсь. Ты же не против, правда? Нет, я не против. Только сейчас, секунду. Чего? Слышка, звонить-то куда? Слышка. Виктор Федорович. О! Здорово. А-а-а. Здравия желаю. Чего ты припознился-то, а? Да мальчишка дотошный. На КПП попался. Потом дочка дернула. Как всегда, дома ключи оставил. А что там на КПП? Да, пустяки. Ты говорил, подходящий кандидат есть для моего ведомства, да? Первоклассный кандидат. Благодарить будешь. Сегодня же тебе его представлю. Угу. Слушай, мне пора списки на предзащиту подавать. Как у тебя с диссертацией? Да со временем туго. Ничего не успеваю. Ну, давай помощника тебе. А дюйм-то толкового подберем. Какая тема? Коррупция в правоохранительных органах. Ну, правильно, точно, по профилю. Так что ты говоришь, там на КПП приключилось? Ты мне скажешь, что такое первокур? Первокурсник. Второкурсник, второкур. Ну, такой сленг у курсанта. А, значит, троекур, третьекурсник. Точно. Похоже, проблема у тебя, Борис Андреевич. Витя, все это ничего не значит. Тройкур, шеврон. Какие еще улики у тебя есть? Надо проверить, не появился ли у кого ноут с логотипом компании Бриз. Да это мы проверим. Ты понимаешь, очень не хотелось бы, чтобы тень падала на все наше заведение. Но если это действительно твои орлы, то тень будет такая, что не дай бог. А если нет? А если ты кто-то из отчисленных? Или вообще левые какие-то? Уголовного дела нет. Ну и пускать на самотек нельзя. Давай по-тихому вычислим злодеев и делай с ними, что хочешь. Завтра пришлю тебе человечка. Виктор Федорович. А нельзя как-нибудь, ну совсем тихо решить этот вопрос? Это как? Внутренними силами. Не вынося ссор из избы. Под твоим чутким наблюдением. И у тебя есть такие внутренние силы. А у нас все есть. Да. Юрий Петрович. Где? Сойди-ка ко мне. Есть. Эй. Разрешили? Подполковник Шмыров, проректор по воспитательной работе. Вот Юрий Петрович и возглавит. Внутренние расследования. С одной стороны, он представляет интересы вуза, а с другой, именно его я рекомендовал тебе в твою контору. Ах, вот оно что. Хотите работать в собственной безопасности? Та же воспитательная работа, товарищ полковник. Только пожестче. Ну, примерно так. Нам очень нужны опытные оперативники. Сознанием системы есть прекрасная для вас возможность проявить себя. Только, Юрий Петрович, без лишней огласки. Курс становись. Ревняйсь. Смирно. Ревняй середину. Товарищ подполковник, третий курс по вашему приказу построен. Вольно. Вольно. Так. Ситников. Я. Почему просили подменить себя 18 мая? День рождения у меня был, товарищ подполковник. Хорошо, проверим. Орлов. Я. Почему отсутствовали на занятиях 30 апреля? Был болен, товарищ подполковник. Ходил к врачу. Куда? Во сколько? Фамилия врача? 12-я. Поликлиником. Не помню фамилию. Я ведь проверять буду, занятия курсом. Это что за цирк? Да, Шмаров опять активность обозначает. Держи. Что это? Ноутбук. У нас кто-то в комнате забыл, думал ты. Нет? Командир, командуй. Очень бы хотел сказать, что мой. У меня как раз сгорел, но... Никитин. Раз желаю, товарищ подполковник. Это что у тебя за ноутбук? Это ваш, да? Нет, не мой. Что это, вот тут наклейка была? Да, была. А что это так важно, что ли? Да, Никитин. Это очень важно. Действительно. Именно тот компьютер. Документация торговой фирмы Пантелеев и мама. Да, потерпевший Пантелеев. Так и называется фирма? Да. Очень оригинально. Маму любит человек. Это у него ноутбук. Давайте обратимся к маме. Может она объяснит, о чем речь? Значит так, Виктор Федорович. В комнате доступ имеют только адъюнкты. Сегодня работают Никитин, Кравцов, Фомин. Как пришел в институт Кравцов, я лично видел, у него даже сумки не было. Он ноутбук никак не мог. Пронести Фомин явился 15 минут назад. У него с двух лекций. Следовательно, ноутбук мог принести только Никитин. Класс. А это не тот молодой человек, который нахамил меня сегодня утром на парковке. Не надо, не надо, я вам не хамил. Не надо. Ну, надо сказать, Никитин у нас человек непростой, но один из лучших адъюнктов. Токровенно говоря, я сильно разочаровываю. Разрешите заметить, товарищ генерал-майор, молодой оборотень должен быть лучшим. Молодой оборотень? Да. Он же двойной образ жизни ведет. Молодой оборотень очень хочет знать, в чем его обвиняют. В вымогательстве. В вымогательстве. Отлично. Разрешите? В чем дело? Товарищ генерал-майор, у меня есть очень важная информация. Разберитесь, что там. Есть? Это не мой ноутбук. Не мой. Юрий Петрович, а этот ноутбук, он краденый? Вам это знать не положено. Вообще-то и так уже весь институт знает, но если вы подозреваете Никитина, это ошибка. Все сказал? Нет. Есть свидетель, который знает, кто вор. Воробей, иди сюда. Значит так, 18 мая в 16.00 к нам приезжала делегация американских клубов. Я был перевозчик. Окай? Было такое. Окай. Далее, 30 апреля. 30 апреля все меня видели на заседании кафедры уголовного процесса. Потом я пошел к негадовой на лекцию по ОРД. И Валентина Степанова меня очень хорошо запомнила. Ну да, она еще жаловалась. Слишком много знать хочет. Но вот седьмое число... Седьмое число может подтвердить только мама. Хотя в тот день показывали ее. Матч Динамо-Рубин БТВ. Кто сравнял счет в первом тайме? Куране после подачи с фланга. Не виновен? У меня впечатление, что вы, Никитин, хорошо подготовились к подобному разговору. У меня с памятью все в порядке. Да, Борис Андреевич? Слишком в порядке. Разрешите? Что у вас? Мне удалось выяснить дополнительные обстоятельства по делу. Докладывайте курсанта. Курсант Воробьев. Около десяти утра я видел, как курсант Зимин вошел в комнату адъюнктов с сумкой. В которую мог бы поместиться ноутбук? Да, мог. С какого курса этот Зимин? С третьего, товарищ полковник. Трей курс, значит. Трей курсант Зимин вошел в комнату адъюнктов. Часа не прошло, ноутбук отыскал. Кучу версий обработал. А, кадр? Только по-тихому у нее не получилось. Весь институт уже в курсе. Да ну не весь. Не весь. Большинство думает, что все дело в ноутбуке. А адъюнкта нашего, Никитина, как раз подключим к расследованию. Все-таки какой-то он скользкий, этот Никитин. Вообще-то я как раз его хотел тебе, помощником для диссертации. Этого хамоватого молодца. Я старый человек. Пощади меня, Борис Андреевич. Категорически нет. Ладно, Вать, спасибо тебе, что выручил. Да не за что. Зимину спасибо скажи. С чего он этот ноутбук паленый припеш? Так я тоже не понимаю. Он нормальный парень, в общем-то. Да. Ладно, мне клиенту нужно отскочить. Давай вечерком созвонимся, что-нибудь придумаем. Давай, сейчас подожди. Слушай, вот этот фирмач, который ты консультируешь, он телефонами торгует? Он всем торгует. Тут такое дело. Смотри, вот такой вот можно у него купить? Ну, только со скидкой. Да не вопрос. Да, спасибо. Давай. Давай. Слышь, Жень, я тоже думаю, Зимин там случайно засветился. Помоги парню. Ну, приветствую, приветствую. Что скажешь? Сейчас. Так, значит, никого из этих людей не знаешь и о нападениях слышишь впервые. Так точно. Тогда объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя этот ноутбук? И зачем ты его принес в комнату адъюнктов? Только не надо мне говорить. Нашел, хотел отдать. Чердобольные все стали. Да, найду дорогую вещь, сразу кому бы ее отдать. Я бы такую нашел бы. Я не говорю, что я нашел. Вот. Садись, садись. Значит, признаешь, что отнял ее у законного владельца? Я признаю, что я заходил в комнату адъюнктов. А ноутбук у меня никакого не было. Как это не было? Сумка была? Вот сумка, пожалуйста. Тетрадки, учебники. Так ты же заходил. Я и признаю, что заходил. Товарищ подпокойка, разрешите ее. Ну, а где ты ходишь-то? Давай, заходи. Курс! Добрак! Курс! Разрешите? Узнал что-то? Да, узнал. Значит так. Во время первого нападения Зимин болел. Во время второго нападения ты отпросился. Причем утром отпросился. Вот. А на последнем сбежал с пара. Свалил здесь тут, а потом опять вернулся. То есть, получается, что... Зимин у нас единственный с третьего курса, кто отсутствовал при всех трех нападениях. Как все вернулось-то. Что теперь скажете, товарищ курсант? Не знаю. Да зато я знаю. Сейчас тебе расскажу. Попался ты. Влип. Да это совпадение. Совпадение, это же не доказательство. Да нам не надо ничего доказывать. Можешь не сознаваться. В шею тебя из института и все дела. Это в лучшем случае. А если терпелы заявления подадут, будь спокойным, УСБ упакует тебя на полную катушку. За вымогательство, за грабеж и нанесение тяжких телесных. В шею в смысле отчислят? Я тебе про тюрьму толкую отчислят. Юрий Петрович, разрешите, я с курсантом поговорю. Поговори, объясни дурочку. Я послушаю. Я что-то ни черта не понимаю. Что ты тогда сел? Юрий Петрович, разрешите, я пять минут мне нужна. Уговорю уже. Спасибо. Пожалуйста. Ну, полежься ты, Валер. Пойти, видно, что ты знаешь, что ты скрываешь. Я не буду ничего вытягивать, тебя выяснять. Это... Часы у тебя хорошие. Батя подарил? Деду. Дед. А дед у тебя уважаемый человек в Сумоленске. Так же, как и батя. И ты по призванию сюда пришел. Потому что и ты, и я из милицейской династии. И батя, и дед тобой гордятся. Так? Так. А что ты обсираешься-то? Валер. Что ты вываливаешь-то вот так вот все? Зачем, я не понимаю? Судьбу в усы вываливаешь. Учебу, уважение. Зачем? Ну, и что ты это сейчас вот там развел в сопле с медом? Про отца, про призвание. Ты бы еще о Боге поговорил. Я бы поговорил о Боге. Если бы это нужно было для этого человека, я бы о Боге поговорил. Ну, Кидин, ты вроде, я смотрю, не глупый парень. Просто опыт у тебя, видимо, еще нулевой. Ты же ему сейчас дал понять, что у нас на него, кроме косвенной доказухи, ничего нет. Он это и так знает сам. Этот человек ни одну лекцию по уголовному процессу не пропустил. Да надавить еще чутка и все, поплыл бы за милую душу, никакие лекции бы его не спасли. А если не поплывет? А если это не он вообще? Да он, ты в гляделке, ты его загляни поглубже. Ну, странно это, если это он. Это лучший человек на курсе. Никитин, ты, видимо, просто еще плохо людей знаешь. Парень из Смоленка в Москву приехал, кабаки девочки, то все, сладкая жизнь. Какая династия. Понятно. В общем, я предлагаю конкретно вычислять сообщника. Калькулятор открой. Сам скажет. Женя. Телефон. Женя практически решил этот вопрос, просто у меня не было времени. Чего это не было времени? Не было времени. То есть ты позвал меня сюда? На ум. Чтобы без телефона, что ли? Нет, ну, как бы, почему без телефона? А как будет? Делается просто, ну, день такой, я решил, что, как бы, захотелось приятных впечатлений. То есть я, какое-то твое приятное впечатление, да? Да. Ты конкретно мое приятное впечатление. Ну, спасибо вам большое за то, что вы выбрали меня из длиннющего списка ваших контактов. Почему длиннющего списка-то, Жень? Нет никакого списка, что-то. Просто так день тяжелый был. А? День, говорю, тяжелый был. А что случилось? Что случилось? Ну, понимаешь, сначала меня обвинили в преступлении, а потом заставили его расследовать. Чего? Вот так. И все за день день махом. Нет, а... Ты мент, что ли? Ну, и что? Не надо. Не надо меня разводить, Женя. Не надо. Почему разводить-то, Женя? Никто тебя не разводит. Что-то... Что, ментов, что ли, не видел? Я видела ментов. Я с детства только ментов и видела. А ты похож на мента, как, знаешь? Как я на Николая Валуева. Сейчас десятку было, кстати. Оба. Шучу. Нет, правда. Я адъюнкт в институте МАД. Да. Мы же там с тобой познакомились у института, да? Угу. Ну, знаешь как, это как аспирантура, что ли? Я еще диссертацию пишу, очень занятная тема. Да. Вот это прикол, конечно. Папа будет в шоке. Тебе надо с ним познакомить. С папой? Угу. Зачем? Чтобы он был в шоке. А кто у нас папа? Ну, знаешь. Весь курс сейчас вместо занятий бежит пятикилометровый кросс. Понимаю, жарковато сегодня, но благодарите за это курсанта Зимина. Зимин? Я. Выйдьте из строя. Есть. Вы, Зимин, освобождаетесь от кросса в связи с проведением с вами воспитательной беседы на известную вам тему. Курс! Направо! Курс! Курс! Сейчас вот он его обломает, этого парня. И чего толк какой? А что делать? Вот а что делать? Слушай, попробуй сам поговорить с Механошиным. То есть, в смысле, через голову прыгаешь, как лягушка? Ну, а какие еще варианты? Поговори с потерпевшими. А кто этим потерпевшим? Нет дела, нет полномочий, ты чего? А вот этот товарищ ждет, чтобы меня жалобы накатали. Слушай, чувак, ты либо движешься к своей цели, либо твоя цель движется от тебя. Ну, да. Ну, давай попробуем. Один в больнице лежит, другой нас по телефону послал. Будем надеяться, что бог любит троицу. Да. Вот, сантехники, наверное, пришли. Правильно, пошли. Ладно, батя, подождите-ка сюда. Подожди, подожди, а что спрашивают? У меня есть одна идея. У Зимина, помнишь, такие часы старые, командирские? Дед подарил, правильно. Так вы не из полиции? Нет, ну, не совсем. Просто есть подозрение, что к этому вымогательству причастны некоторые наши коллеги. Я ни о каком вымогательстве не заявлял. Да вы не волнуйтесь, вы просто ответьте нам на несколько вопросов и все. Ничего, я вам отвечать не буду. У меня ни к кому претензий нет. Нет, если ко мне претензии, я вызову адвоката. Извините, парни, работаю. Вот вопрос еще один, мальчик. Трои куры, а вы разве дома не должны быть? Должны. Шмыров наказал за нарушение формы одежды. У Зимина. Вы что, знаете, с чего Шмыров до него докопался? Зимин-то сам не колется? Где Зимин? Он-то как раз дома. Шмыров отпустил его при всех. Он не хотел уходить, Шмыров выгнал. А еще перед всем строим сказал, что теперь у всего курса будут проблемы на экзаменах. За что всех-то кошмарит? Хороший вопрос, продолжаем. Папа, я к дому подхожу. Да, ты тоже? Хорошо. Ладно, целую. Все. Ой, спасибо за телефончик, Женечка. Много денег-то отдал? Да нет. Мне даже друг помог. Самое главное, Женька, чтобы в твоем уху было приятно. Ой, Жень, а ты шутник, конечно. Шутишь, даже как-то грустно. Он что-то тут сделает. Ой, я начала с моим папой поговорить на эту тему. Он так это умеет, все хорошо объяснить. Ну все, все, практически утешил класс. Только мне сейчас нужно свое право доказать. Понимаешь, там какая-то ситуация? Там три старой формации человека. Генерал наш, подполковник, ну еще полковник новый, не знаю. Вот так вот, Женька, знаешь, смотришь на них, вроде нормальные мужики. Но, с другой стороны, это вот все то, что я реально не люблю в этой системе. Это бюрократы, подхалимы и вот это солдатня. Так, Жень, ты, может быть, не из этой системы просто? Помнишь, я говорила, ты не похож на меня там? Давай, ну как-то поищи успехов в другой области. Ну вот они тоже так же говорят. Но я считаю, Жень, что систему можно и нужно менять. Потому что не должно быть таких ментов, вот как вот природа эта вот у нас. Жень, Жень, познакомься, это мой папа. Это кто? Что это? Это Жень. Мы с ним эти, эти лыскальные близнецы, тезки. Вот. Это я хорошо представляю. Никитин. Да. А вы знаете, что на вас и на вашего дружка поступила жалоба от гражданина? Кто вам позволил разговаривать с потерпевшими и превышать должностные полномочия? Не надо, я с ним говорю как частное лицо. Подождите, вы что, знакомы? Ну, с этим мы еще разберемся. И прошу вас больше не приближаться к моей дочери. Пока. Подождем. Женя. Да. Другая Женя. Пошли домой, дочка. Это почему я не должна с ним встречаться? Скажи мне, папа. А ты не понимаешь, чего этот тип добивается? Не будь наивной, дочка. Карьера ему нужна. Теплое местечко. Приспособленец. Папа, ну у тебя какая-то мания величия прямо. При всем моем к тебе уважении, конечно. Ты не министр и даже не генерал. Вот по-больному. Не надо. Не надо по-больному. Ладно, извини. Но при чем тут Женя? И почему тебе он не понравился? Я не понимаю. Я таких сынков на дух не переношу. Пришли в органы. Папки Рубин. Должности получать. Ничего за душой. Ни во что не верят. Правда, Женя-то верит. И даже больше, чем ты, между прочим. И что это значит? А то. Ты сам не веришь иногда в то, что говоришь, папа. И что? А твой гламурный мент Женя верит? Да, верит. И тебя не боится, между прочим. И перед начальством не лебезит. А я, значит, что? А то. Видела я тебя однажды в департаменте. И что? Ты, конечно, можешь обижаться от меня, но мне было очень смешно. Черт. Если я раньше не любил твоего Никитина, то теперь ненавижу. Вы, конечно, решили, что я вас ненавижу. Задолбал я вас кроссами, нарядами, работая в неурочное время. Но это не так. Наоборот. У меня душа болит за вас. Потому что весь третий курс страдает из-за одного подлеца, который совершил уголовное преступление. Он грабил людей, которых мы с вами обязаны защищать. Если этот человек не признается, не назовет сообщника, позор ляжет на всех вас, поверьте мне, это не пустые слова. Такова система. Ваша служебная коньера накроется даже не начальщик. Ни в одну престижную структуру вы не попадете никогда. Этому человеку на вас наплевать. Не буду называть его фамилию, потому что я-то, считайте, ее уже забыл. А вот вы будете помнить ее всю жизнь. Вы что, пооферевали, дядя, алло? Вы что творите-то? Бараны, блин. Разводят, как лохов, а свою идиотичь. Вставай, Зимин. Поднимайся. Своей головой вот этой надо думать. Головой своей думать надо. Все, за мной пошли. С татабараном. Хорошо ему. Москвич на всем готовом. А тут Анну сорвешь, чтобы хоть как-то за жизнь уцепиться. То есть, вот так, да? Вот это ваш метод, да, товарищ подполковник? Это все, что вы хотели, или как? Или, может быть, еще, не знаю, ногу поломать? Ну, не надо так. Зачем? Не надо ноги ломать. Кое-что в арсенале осталось. Кстати, генерал запретил любые следственные действия за пределами института. Так что, моя метода, это единственное, что у нас есть. И мы с Зиминым сейчас быстренько, все быстренько решим. Правда, Косов? Ты ведь уже, наверное, понял, какое житье, бытие тебя тут ожидает. Понял. Давайте, давайте. Выгоняйте меня, судите. Я один во всем виноват. Вот. Признание уже есть. Больше ничего не знаю, ничего не скажу. Ну, не торопись, Зимин. Не надо. Не пари горячку. Что-то угоняйте, судите. Какой у меня еще выход? А есть выход, очень даже простой. Назови сообщника, и все кошмары для тебя закончатся. Не только в институте останешься. Как сыр в масле тут будешь кататься. Гарантии даст сам ректор вуза. Курсантам объявим. Ошибочка, мол, вышла. Не виновен, Зимин, ни в чем. Я лично перед строем прощения у тебя попрошу. Все будет завтра. Сейчас назови его. Никакое-то непризнание, Вадик. Так это сам оговор называется. Просто взял на себя чужую вину придурок. Ты уверен? Зачем? Шмыров его поломал. Он поломался. А подельникова он так и не выдал? Нет. Слушай, я тут узнал, что из больницы вышел третий потерпевший. И что? Ты как? Ты со мной? Дождик, Корнеев запретил. Ты не в курсе? В курсе. И что, пойдешь? Пойду. Что ты им хочешь доказать? Не им, Вадик. Себе. Ладно. Это теперь личное мое дело. Ну, только они вот чуть больше командирский. Черный фон и такие серебряные цифры у них. Вспомните, пожалуйста. Подождите. Вообще, откуда я знаю, что мой ноутбук у вас? Ну, вот смотрите. Видите? Это флешка. Здесь вся информация. Финансовая документация. И последнее письмо на почту фирмы Брис. Который вы заторчали денег. Вот здесь она. Значит, вы все знаете. Что знаю? Я про часы на руке одного из бандитов. Их было двое. Один, что постарше, он бил меня такой маленькой палочкой. А второй? Вот как раз про второго. Но у него часов никаких не было. Точно. Вы знаете, у него вот здесь вот было большое родимое пятно. Руку покажи. Руку покажи мне. Левую, покажи мне руку. Да ладно. Ну, разбирайся, Плютихулер. Вы про меня? Да, я про тебя. Да. Евгений Николаевич, я же поверил. Я думал, что мы, правда, людям долги возвращаем. А вышел разбой. Ты придурок, что ли? Это придурком надо быть, чтобы ситуацию-то не мониторить. Я тебе же Муров прав, а я не прав. В итоге получилось-то как? Что делать ты будешь? Уходить придется. Подельник кто твой? Скажи, кто подельник твой? Он тебя так-то втянул в эту ситуацию. Не назовешь. Не имею права. Сам должен был думать. Ну, попал ты, Семен. Ну, теперь сам расклёбывай эту ситуацию. Ты чё такой сонный, а? Пойдём. Пойдём. Вот, блин, какой же он мразью оказался. Ты за него боролся, доказывал, а он... Ну, знаешь, чего я не жалею? Да ладно. Серьезно. А знаешь, почему? Ну? Потому что он своего сообщника не сдал. Хотя мог бы отмазаться его и с тути остаться, но не сдал. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. А знаешь, что настоящая мразь? Ну? Это его сообщник. Вот это точно знал, что делать. Вот это мразь. Согласен. Ну что, поехали? Поехали. Представляешь, Вай? Вот все три потерпевших были должниками вот этой фирмы, Брис. Ну? А я тут в этот, в офис компании съездил. Директор сфотографировал. Беглова Александра Ивановича. Это, это что с ним, да, по-моему, там на КПП тогда встречался. Подожди, это же я сказал, что Зимин приходил к нам в комнату. Это не ты сказал, это курсанты сказали. Это ты вот этой штукой, да, Пантелеева пил? Ну, ты меня сейчас обломал. По круче, чем Зимин обломал меня сейчас. Это был просто заработок. Знаешь, что хреново? Что ты парню жизнь поломал? Да я себе поломал. А зачем, Вадик? Знаешь, сколько диссертацию стоит? Знаю, 10 тысяч долларов стоит. А что ты спрашиваешь тогда у меня? Что ты спрашиваешь? Завтра мы вместе с тобой. Женя, скажи, что тебе сказать, Вадик? Я могу как-нибудь... Вот, я тебе объясняю. Завтра ты со мной вместе идешь к Корнееву и все сам рассказываешь, понял? И я тебе помогу, но на вранье не надейся, понял? Жень! Жень! Товарищ старший лейтенант! Освободи захват! Где вы были вчера в 19 часов? Вчера? Ну, как, гулял по корду, гулял. Кто-то может подтвердить? А что случилось-то? Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вчера было совершено очередное нападение на торговцев. Двое в масках. Все то же самое. И вы меня опять подозреваете, да? А кого же? Один из преступников обронил портмоне. А в нем находилась вот такая вот... Вот такая вот дубинка. И еще интересный документ. Фото узнаете? Я его как раз искал. А он, оказывается, вон и где. Я был вчера на другом конце города. Зайдите! Вы вчера подвозили Никитина на своей машине? Да, я подвозил Никитина где-то в половине седьмого вечера. Ты чего? Помолчите, Никитин. Куда подвозили? Я подвозил Никитина до станции метро Каширская. У него там была с кем-то встреча. Борис Андреевич, если вы подозреваете Никитину, то это полный абсурд. Кравцов, вы свободны. Мы разберемся. Я думаю, ваш друг не будет вас оговаривать. Он именно сейчас это и сделал. Виктор Федорович. Я вчера с Женей был. Вот в это самое время. С кем был? Это полный абсурд. Я знаю, о ком идет речь. Женя вчера была на концерте с подругой. И не надо ее сюда приплетать. Тем более, на этот раз заведено уголовное дело. И дальнейший разговор у нас с вами произойдет на Петровке. Женя, это я. Алло, вам привет. Скажи, ты встречалась вчера со своим Женей? Пап, ну ты ж так не нервничай. Я была на концерте, ты знаешь. Ты запретил мне встречаться с Женей. А ты не врешь? Нет, папочка, это не же моего достоинства. Ты что? А если я тебе скажу, что твоего Женя подозревают в преступлении, никто не знает, где он был вчера с семи до восьми? Хорошая попытка, молодец. Но не очень хорошая шутка. А если это не шутка? Тогда встречалась? Я не сошел с ума. Ну как мне теперь тебе верить? Да, я была с ним. И я буду с ним. Потому что он мне очень и очень дорог. И я не знаю, что это не так. Голодный? А что? Это ход такой, да? Мы тебя пожрём вместе и всё нормально, да, друзья? Это у нас такой сервис для особо опасных, вроде тебя. Ешь, не стесняйся. Скажи, на какую тему ты диссертацию готовил? На тему борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. На примере западных стран. Моя тема. И какие у тебя методы? А какие здесь будут методы? Метод один. Создание высокой, моральной и материальной мотивации сотрудника. Какой метод? А деньги где взять? В общем, здесь деньги. Это же политическая воля вопрос. Вы же понимаете. Ну что, давайте к допросу перейдём. Чего вы меня не допрашиваете? Да потому что ты создал высокую мотивацию для курсанта Зимина, который во всём признался. И назвал сообщника. Друг твой Красов. Уже арестован. Ах, Евгений Николаевич. На это вся жизнь уходит. Мотивировать людей на честную жизнь. А пускай уходит. А это ведь не жалко, вы же понимаете. Ладно. Пошли на волю. Тебя там ждут. Привет, Жень. Привет, Жень. Привет, Жень. Сверху бей. Раз. Значит, я всё-таки решил взять Никитина к себе. Смирно. Не слишком молод? А почему бы нет? Я его с Дёгтьевым познакомлю. Пусть учатся. Нужны ведь не только опытные, но и те, кто хочет что-то изменить. Привнести что-то новое. Хм. Да ты, оказывается, романтик, Виктор Фёдорович. Не ожидал. Это в 16 лет хотят изменить весь мир. А теперь мы с тобой этот мир. Вот это и хреново, что мы. Надо чего-то получше. Сверху бей. Игорь Петрович, всё вы в порядке? Всё отлично, Никитин. Сейчас всё лучше будет. Ты полюбоваться зашёл? Вы смотрите там, на КПП-то Корнеев. Пусть видят. Шмыров тоже человек, тоже набухаться может. Ты видишь, я ухожу отсюда, свариваю. Да, зачем? Игорь Петрович. А кому я здесь нужен? Должность я хорошую упустил. Ты меня классно на вираже обошёл. Юрий Петрович. Что? Что, Юрий Петрович? Здесь я уже отработанный материал. Не надо только делать вид, что ты сам так не думаешь. Юрий Петрович. Да что я думаю? Я думаю, что вы... Вы честно делали своё дело. Честно, конкретно. Так, как считали нужным, так и делали. Зато честно. Да? Да. Они, говорят, не соответствую. Три дня назад соответствовал? А теперь нет. Да е... Так, Юрий Петрович, я вам сейчас таксишку вызову, ладно? У меня денег на такси нет. Ты вот про коррупцию пишешь, а я взяток не брал. Ну, мне, правда, и не предлагали, но... Ну и? Что я имею? Ничего. У меня же... по ДД, да? Я бы даже так выразился, а бы выгодой какой-то. Я говорю, меня же ещё и не ценят. Вот, это очень хороший повод начать новую жизнь. Мы с вами сейчас, Юрий Петрович, по чуть-чуть так, немножко, отметим это дело, да? И я вас потом лично домой направлю. Люблю я тебя всё-таки, Никитин. Ой. Но обломает тебя жизнь. Через... Ну, скажем, к сорока годам такой же останешься, я иудаизм приму, и в синагогу ходить буду. Правильно. Это очень сложная книга. Прямо сейчас начинать учить тебя. Ну, наглый ты тип, Никитин. Ой, не, ну, наглый. Ну, ну, ох, обломает тебя жизнь. Ох, обломает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok